78 пожаров произошло в нашей республике только в первые недели 2019 года. В огне погибли 8 человек. В минувшие выходные спасатели 10 раз выезжали на тушение бань. К счастью, большинство подстройок удалось отстоять, но ущерб нанесен значительный. Основные причины традиционны. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неправильная эксплуатация отопительных печей и неосторожное обращение с огнем. О рабочих буднях огнеборцев в нашем сюжете. Осенне-зимний период считается самым пожароопасным, поэтому в такие рейды огнеборцы выходят каждую неделю. По графику выезжаем в каждую деревню, в каждую среду проводим подворной обход, сход граждан. Объясняем людям требования пожарной безопасности при топке печей, при сжигании мусора. Простые правила. Не оставляйте детей без присмотра, следите за печами, пользуйтесь только сертифицированными электроприборами. Не перегружайте электросеть. Эти слова мы слышим с детства. Однако статистика показывает, многие их игнорируют и в буквальном смысле играют с огнем. За 2018 год в нашем районе произошло 20 пожаров. На этих пожарах погибло 7 человек. Основные причины пожаров это нарушение правил устройства и электрооборудования, а также нарушение правил эксплуатации печей. Также у нас произошли пожары по причине неосторожности и обращения с огнем, в том числе и при курении. Особенно хочется отметить, что на пожарах у нас погибло 7 человек. Все погибшие, основная часть произошла в нетрезвом виде в результате курения. Особое внимание при этом уделяем многодетным семьям, одиноким престарелым гражданам. Еще одна категория – строители-самоучки. Те, кто сам на свой страх и риск кладет печи. Вот такая памятка поможет понять, как не допускать ошибок и на что обращать внимание при эксплуатации. При топке печей должны это производить взрослые люди. Детям не допускается. Постоянно нужно следить за его состоянием. Предлагаем вам установить здесь металлический лист. Такие беседы очень нужны, признаются жители. Огонь ошибок не прощает. Пожарники приехали, объяснили, какие недоделки, какие неисправности. В ближайшее время, буквально завтра уже начнут переделывать все. В первую очередь по электричеству, не по стандарту сделано. И вот дымоход не полностью по пожарным требованиям сделан. Потому что это, как говорится, для самих жена. Не дай бог, ворон, как говорится, унесет все, что может, а пожар ничего не оставит. Не обходят вниманием и школы. С ребятами проводят беседы, показывают изнутри работу огнеборцев. Объясняют на конкретных примерах, как действовать при пожаре и обращаться с огнетушителем. В этот раз на экскурсии кадеты. Ребята увидели, как пожарные собираются на выезд по тревоге. Узнали, как правильно тушить очаг возгорания. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова